В эту жгучую от холода зимнюю погоду в селе Батырево никого из верующих не испугал морозец. Долгожданное событие – освещение колокола и шатра на колокольне. История храма многострадальная. Как рассказал нам епископ Алатевский Парецкий Федор, с 2001 года управлял и трудился над строительством отец Анатолий, который был убит в 2010 году. После его кончины строительство, оборудование и благоустройство храма значительно замедлилось. Вот, слава богу, с приходом новой администрации в Батырево, в Рудольф Васильевич, он активно включился в помощь, и при его помощи, поддержке, конечно, произошел такой значительный сдвиг. Разошел, можно сказать, даже прорыв в движении. Потому что сам колокол достаточно дорогой, он был заказан на Урале, и мы не могли никак поставить шатер, пока мы не разместим и не закрепим в колокольне этот колокол. Церковь строится на благотворительное средство предприятий, организаций, предпринимателей, частных лиц и граждан. Так повелось на Руси всегда храмы строились всем миром. Благодаря главе администрации Батыревского района и спонсорской помощи храм все же значительно окреп. За помощь поблагодарили и генерального директора ООН КТВ Юрия Петровича Клочкова. Мы поднимаем на главный храм державной иконы Божьей Матери главный колокол. Народ на самом деле долго ждал, как я уже говорил, главный колокол, чтобы он зазвенел, чтобы у людей батыревцев на душе еще пришли добрые мысли на добрые деяния. Я хочу поблагодарить тем меценатам, нашим землякам, нашим друзьям, которые так дружно отликнулись и помогли приобрести вот этот колокол. Вот те люди, которые сюда пришли, те, которые зашли в церковь. Православный приход храма – державные иконы Божьей Матери. Аллатевская епархия Русской Православной Церкви стал 13-й по счету религиозной организацией в Батыревском районе. Конечно, для Батырева это большое значение, но это большое значение очень и для Аллатарской епархии. Потому что примерно половина приходов у меня расположена в Аллатаре и Парецком, и примерно половина расположена в Батыреве, Шамурша и Бресе. И, конечно, развитие такой церковной жизни послужит и к тому, что люди, слыша этот звон колокольный, не будут приходить в храм, будут, даже не приходя в храм, они будут вспоминать о Господе, молиться и обращаться к Нему, к Его святым, к Его Пречистой Божьей Матери в своих молитвах. И будет, конечно, Господь приходить всегда на помощь. Попав в такие важные для православных верующих места, мы не могли не полюбоваться храмом святителя Николая в селе Туронова. Свято-Никольский храм действует с 1747 года. Церковь деревянная, двуглавая, с пределом в честь великомученика Дмитрия Солунского. Колокольный трехъярусная, семью колоколами. В настоящее время храм святителя Николая в селе Туронова является действующим. Каждый день со своими молитвами сюда приходят местные верующие. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Из села Батрево, специально для новостей Новочебоксарска.